Ребята, некоторые детали при закатке стены. Потолка, стены, без разницы. Показываю для ребят, которые только начинают катать стены или в квартире делать ремонт. Давайте так. Это не по приколу. Не делайте именно... Вот сейчас покажу как. Это оставьте для девушек вот этот вариант. Ну или для фитнес девушек, которые хотят разработать себе нижнюю часть тела. Подходите. И разработаете. Вот так. Но нет. Вот такие движения мне нужны. Вот так. Приздуваю. Низ. Всем телом за два липа. Легко. Держите вот здесь за ручку. Здесь просто. Видите? Все. Подальше встал. Вот эта рука. Просто. И все. Работаете только вот этой частью. Это и рука. Конечно. Это тот же фитнес. Надо заниматься. Постоянно тренироваться. И так. И так. И так. Сейчас. Вообще при грунтовке я кисточкой не обвожу нигде углы. Идете просто в притирку. Но это уже надо со временем. Получается руку набить, чтобы идти в притирочку буквально 2 миллиметра с одной и с другой стороны. Если все-таки вы зашли на стену, то берете с одной стороны. Потом просто-напросто бать роль, то есть такой полусухой роль, аккуратненько туда, где заехали, проходитесь именно на ту сторону, где вы сняли краску. Такой метод я только применяю при грунтовке, ребята. При покраске такого метода не применяю. При покраске я иду где-то полсантиметра от угла. Угол-угол полсантиметра. Остальное все кисточкой. Проходите кисточкой где-то сантиметра 2-3 и все. Если опытный рулевщик, который зарулевывает это все, закрашивает, ему всего 3 сантиметра нужны для того, чтобы с одной и с другой стороны. Чтобы это все сделать. Вот как-то так. Спасибо. Будут вопросы, задавайте. Ставим лайки, ставим дизлайки. Подписываемся. Пишем комментарии. Всем пока. Пишем комментарии. Г notification. Продолжение следует...